Как можно охарактеризовать вот сейчас современный пансионат Звенигородский? Попасть сюда было очень тяжело. Хочу вам сказать, дорогие друзья, очень комфортно, очень уютно. Вода оказалась очень полезная. Акустика, кстати, тоже очень хорошая. Милости просим. В чем преимущество этой воды? Нет железа, нет примесей, которые вредные. Важна все-таки в жизни человека вода и воздух. Вот сюда, в Русскую Швейцарию, к нам в Звенигород. Дорогие друзья, мы сегодня с вами приехали в совершенно чудесный пансионат. Очень старинный Звенигородский пансионат Российской Академии Наук. Дорогие друзья, мы с вами находимся в совершенно чудесном пансионате Звенигород. Поправляет меня совершенно чудесный человек, директор Звенигородского пансионата при Российской Академии Наук Николай Григорьевич Писенко. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, что Николай Григорьевич очень отзывчивый человек и такой замечательный благотворитель и благодетель, который очень отзывчиво всегда откликается на все наши благотворительные проекты, связанные с особенными ребятами, с ограниченными возможностями, а так и всем нуждающимся социальным сиротам. И чем помогает этот человек, вы узнаете немножечко позже. А сейчас я хотела бы у него спросить, как можно охарактеризовать вот сейчас современный пансионат Звенигородский. Что в это входит, что он может предоставить и чем это кем вы можете удивить? Ну, в общем-то, если коротко об истории пансионата. Он создался в 70-е годы. Академик Келдыш был инициатором и часть Академии. Значит, в 74-м году открылся пансионат, который в основном строился для того, чтобы научные институты проводили здесь конференции научные. Летом отдыхали семьи, дети, сотрудников Академии и наших эпидемических институтов. И вот с 74-го года в советское время здесь проходило очень много конференций. От 50 до 60 конференций в год различные институты проводили. Также много было отдыхающих. Попасть сюда было очень тяжело. Но потом, в 90-е годы, когда пошел развал, денег нет, конференции стало меньше. Особенно это в последние годы ощущается, когда институты не могут часто ездить на конференции. Также семейный отдых стал как-то меньше популярен. И пансионат сейчас в основном у нас. Ориентация пошла на проведение различных мероприятий. Это спортивные соревнования, но также проводятся конференции, отдых. И на этом сейчас у нас направление. Дети приезжают с Москвы по различным направлениям. Это школы и мастерства, и, в общем-то, шахматные, различные соревнования проводятся. Сейчас вот гонболисты собираются. Поэтому ориентация современная сейчас в наше направление. Это больше масса культурного отдыха для детей, спортсменов. Ну, также и конференции научные проводятся. Кроме того, еще различные развлекательные мероприятия. И для города проводятся какие-то праздники. Все это проводится в пансионате. В последние годы, правда, вот у нас беда эта с лесом, как и по всему Подмосковью. Этот караид, жук типограф, он повел столько деревьев. Здесь было как в тайге. Вообще ничего не видно. Сейчас же сотни деревьев пришлось убрать. Да, вместо их мы сейчас посадили много сосен, которые уже не подвержены влиянию вот этого караида. Караида в основном съедает ель. Ель, елку, вот эти вот деревья он поедает. А вот сосна, она как-то более устойчива к этому повреждению. Ну, еще вот, как наше еще одно направление. Это сейчас у нас две скважины есть глубоководных. Это 120 метров вне. И состав этой воды очень подходит как-то физиологически очень по солевому составу. Он даже немножко щелочной. И поэтому эта вода оказалась очень полезной. Мы ее используем как для своих целей, так и решили, ну, на коммерческой основе. Поставили линию и производим бутылированную воду. И, наконец-то, мы с вами, дорогие друзья, подошли к самому интересному. Звенигородская вода. Лично меня эта вода сразила на повал. Не от того, что она звенигородская. Я люблю очень город Звенигород. И я здесь живу. Из-за того, что эта вода совершенно необычайного вкусового качества. Я мало разбираюсь в этих моментах в составе воды. Но могу сказать, что на вкус она просто необычайна. Николай Григорьевич, почему у нее такой необычайный сладковатый вкус? Это замечают многие. Мягкий такой сладкий вкус. Ну, во-первых, по составу солевого она очень классно подходит к человеческому, ну, к питьевой воде. А ее сладкость заключается в том, что она как бы щелочная немножко. Естественно, щелочная реакция ее, которая очень полезна. Она ощелачивает немножко организм. Особенно она полезна при физических нагрузках больших, спортивных каких-то мероприятиях. И, кроме того, мы немножко ее еще делаем мягче. И поэтому вот у нее такой получается вкус. А скажите, как вот людям... Я знаю, что очень многим людям понравилась ваша вода. И заказывать у вас все здесь находится, да? Да, все производство здесь. Но у нас сейчас вот две газели. Мы несколько пансионатов тоже обеспечиваем этой питьевой водой. Бутилированной большой. В магазины, в Москву часть. В общем, так потихонечку мы развиваемся. В монастыре наша вода тоже так же присутствует. В Сайно-Сторожевском. Поэтому это наше направление как бы дополнительное к нашей основной деятельности. Ну и при заезде, кто к нам приезжает отдыхать, они постоянно ее получают у нас бесплатно. Как бы это одна из наших привилегий. Мои дорогие, вы знаете, вот эта чудесная вода была у нас презентация 28 марта 2019 года. Презентация благотворительная, где принимали участие ребята с разных интернатов в Подмосковье. И вот эта вода была представлена на нашей презентации. И я с радостью вам сегодня рассказываю о ней и о чудесном человеке Николая Григорьевича, который занимается этой водой и обещал нам показать все тайны, раскрыть, как ее разливают. Вам интересно? Мне тоже. Умом Россию не понять и не пытайся. Хочу вам сказать, друзья, очень вкусно, очень вкусно, домашнее. Хорошо, очень, да. У нас все здесь, да, здорово. Умом Россию не понять и не пытайся. Твоя душа из года в год лишь только крепче. И как всегда весь этот сброд тебе все любит. Нам никогда не дороси. На курсе Евро и Сети. Не будут русские любить, как ни крути. Эх, разгуляй, в душе нужна свобода. Эх, разгуляй, и пусть проходит мода. Эх, разгуляй, держи. Эх, разгуляй, в душе нужна свобода. Эх, разгуляй, и пусть проходит мода. Эх, разгуляй, держи. Будь хозяином всего этого. Или у вас хорошие помощники. Да, конечно, хорошие помощники. Дорогие друзья, я хочу вам сказать, что здесь есть чудесный солярий. Есть гидромассаж. И очень серьезно относятся к солевым. Вот видите, ванны жемчужные, солевые растители с экстрактами, элементами пенобразования. То есть, это релакс очень хороший. Так замечательно, здорово. Проводятся разные мероприятия. Посмотрите, конкурсы. Ну, в общем, очень активно живут. В зиму это уже и гормозов. Вот. Таня, подождем. То есть, зимой тоже все продумано. Очень хорошо. Кино есть возможность показывать. Свет очень продуман. Свет. Акустика, кстати, тоже очень хорошая. Милости просим. Обратите внимание, какой чудесный обеденный зал. Уже ей даже захотелось кушать. Эх, разгуляй, и пусть проходит мода. Эх, разгуляй, держи душа по сону. Эх, разгуляй, ты на волне шансон. Эх, разгуляй, для русского народа. Эх, разгуляй, свобода слаще меда. Эх, разгуляй, затянем в унисон. Эх, разгуляй, на радио... Дорогие друзья, я рада вам представить красивейшую женщину, библиотекаря, бессменного библиотекаря, пансионата Звенигородский. Вы немножечко расскажите об книгах. Я смотрю, просто есть такие книги, прям совсем старые-старые. Да. И кто здесь бывает вообще у вас? Ходят к вам сюда в гости или забывают про вас? Обязательно, обязательно. Библиотеку любят. И приходят к нам и пожилые люди, и среднего возраста, и молодёжь. Молодёжь заходит, и просто для них это как музей. Потому что они любят электронные книги. Но сейчас они начинают и приобщаться к таким живым книгам. Но в основном, конечно, возраст это ещё 70-е, 80-е годы. Дети заходят, дети приходят. Есть что-нибудь для детей здесь почитать? Для детей у нас детская литература. Ну, очень хорошо. Смотрите, какие у нас шикарные шахты. Вот, да, смотрю. Очень любят играть и дети. Называются «не промажешь», вот в любом случае. Да, да, да. Главное, видите, они как привлекают. Привлекают, да, да, да. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, что здесь сохранилось вот буквально всё, как было раньше. И когда я сюда зашла, я прям почувствовала детство, почувствовала СССР. Это наши гости. Это наши гости, да. Замечательно. Я отдыхала, а это, я так понимаю, те, кто оставляли свои... Кто у вас здесь был в гостях? Отзывы, да. Отзывы, да. Спасибо большое вам, Танечка. Спасибо, приятно было познакомиться с вами. Спасибо. Эх, разгуляй, душе нужна свобода Мои дорогие, если вы помните, я вам говорила, что мы будем с вами раскрывать все секреты Зенегородской воды И вот мы здесь, в самом интересном месте, вместе с замечательным Николаем Григорьевичем Который нам сейчас все покажет и расскажет Так, ну начнем с того, что вот она, вода приходит сюда Из скважины И затем походит ее очистка, обеззараживание Через ультрафиолет, фильтры различные И уменьшитель воды стоит А мы должны зрителям рассказать, почему мы это делаем Потому что вообще в Подмосковье очень много родников И вода сама по себе замечательная Но в ней очень много примесей, железа, различного кальция Которые не нужны человеку Но здесь как раз, в чем примеси, это воды Нет железа, нет примесей, которые вредные Только соли кальция небольшого количества превышает норму Которые здесь, с помощью этого оборудования, соли кальция уменьшаются И поэтому вода становится идеальной для питьевых целей Ну вот такое вот оборудование, которое позволяет делать и 5-литровые, и маленькие бутылки Значит, она наливается сначала во фляги То есть это идет конверт, да? Вы не подставляете, само оно идет Вручную? Наливается из полуавтомата Полуавтомат, ага То есть есть 5-литровые и есть вот как раз для офисов, да? Для колеров А этикетки, как это происходит? Они тоже сами клеятся? Они заклеиваются, и там же дата устанавливается То есть вручную, получается, бутыли ставятся, правильно? Вручную ставятся, а потом они уже идут Нажимаете кнопочки, и они заворачиваются автоматически А вот знаете, удивительно что? Удивительно, смотрите, мои дорогие, вентилятор Это вот вы сами что-то сделали? Или это так задумано? Уже было, чтобы это все предоставится сюда Я думала, неужели вы еще что-то свое придумывали? Она оттуда выходит Она охлаждает? Она охлаждает, и она становится хорошей уже Все, понятно Я вообще, кстати, считаю, дорогие друзья Что за такой деятельностью разлива воды Именно хорошей воды вообще будущее Почему? Потому что воды хорошей мало И жители больших городов со мной согласятся Что даже бутылированную воду в магазине Покупаешь и не всегда остаешься довольный качеством Потому что она либо задохшаяся Ну вот я не буду говорить, называть фирмы Но часто покупаю воду Ну всегда покупаю воду И всегда привкус либо горький Либо вот прям мертвый какой-то, неживой Либо привкус немножко как будто задохлась вода Задохнулась И вкусовые качества совершенно теряются Поэтому для меня звенегородская вода Это реальное открытие Она остается, несмотря на то, что проходит время Она остается душистой, сладкой, такой очень мягкой водой А, так вы еще и бутылки делаете сами? Сами еще и делаем Какие же вы умнички! Ну ничего себе! Вообще у вас такое производство вообще Да, здесь начинаю А как же эту воду? Как эти бутылки делают? А вот из этого они нагреваются Вот эти вот Вот заготовка Пятилитровая бутылка Она нагревается Посмотрите, никогда такого не видела Здесь вот сюда вот ставится И потом выдувается Это будущая пятилитровая бутылочка Представляете, красота! Хочу обратить ваше внимание, дорогие друзья Что есть еще, значит, пятилитровый Обязательность для кулеров Это очень практично Мы не случайно, мои дорогие Вообще приехали сюда И расписываю я вам, рассказываю Насколько эта вода чудесная По абсолютно искренним своим убеждениям Потому что уже попробовали все наши волонтеры Гости на нашей презентации На презентации у нас были Ольга Борисовна Кармухина Алексей Белов Бедрос Филиппович Киркоров И все очень оставили Такие замечательные, добрые отзывы Всем очень понравилось Очень много было известных людей Журналистов И все оценили качество Звенигородской воды Так что Таня Славянская Одна не расхваливает Важна все-таки в жизни человека Вода и воздух Я много раз в этом убеждалась То есть можно даже просто Приезжать вот сюда В русскую Швейцарию К нам в Звенигород И даже просто ходить Гулять Дышать воздухом Пить воду И можно исцелять Кстати вы знаете Новатор курортного дела Агранович Слышали о нем я думаю Да вот Он же обращал внимание Только у него называлось Интересно это все колониями Медицинскими Но он же как раз Я обратил внимание Что люди в больших городах Почти все страдают Неврологическими Вот отклонениями Неврозами И так далее Да Люди устают И сказал что Самое главное Это чтобы люди Просто двигались Дышали воздухом Пили воду Вот это самое главное Посмотрите как здорово Природа разговаривает с нами А вы когда нибудь слышали природу? Мы с этой суетой Совершенно забываем о том Что природа хочет с нами разговаривать А для этого нужно просто Закрыть глаза И послушать тишину Слышите? А вы слышите? Беги и снова приезжай Ведь для души здесь только рай Нам никогда не дорасти До курса евро и сети Эх, разгуляй В душе нужна свобода Эх, разгуляй И пусть проходит мода Эх, разгуляй Держи душа посон Эх, разгуляй Ты на волне шансон Эх, разгуляй Для русского народа Эх, разгуляй Свобода слаще меда Эх, разгуляй Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова